После института нужно было искать работу. Кто был выпускником и пытался устроиться на работу, наверное, меня поймет. Никому вы без опыта не нужны. Кому-то было проще, их пристраивали родители или знакомые, были какие-то связи или люди соглашались на то, что есть, иди они по профессии жарить бургеры или продавцами-консультантами. Если все-таки устраиваться по специальности, то да, молодому специалисту будет тяжелее. В индустрии, кто бы что ни говорил, был, есть и будет эйджизм. Опыт работы куда больше влияет, чем реальные навыки, потому что подавляющему количеству работодателей проще проверить опыт, чем способности человека. И, казалось бы, у меня было в этом документальное преимущество – два года работы в трудовой. Но, как оказалось, мама была не сильно-то и права. Учеба, вопреки ее словам о непрерывном стаже с точки зрения работодателей, была вполне себе перерывом в работе и значительным. Кроме того, какая-то работа с школьным администратором никого не впечатляла и относилась к реальному IT никак. Никто меня не хотел брать, хотя я подавал кучу резюме, не перезванивал почти никто, кроме кадровых агентств. Прошел не один месяц с тех пор, как я начал рассылать резюме и откликаться на вакансии, и у меня начала пропадать вера в себя. Мои друзья уже давно работали, а я нет. Да тот же мой друг, который вдохновлялся моими историями, что ЦИСК – это круто, в этом самом ЦИСК и получил работу, хотя с рекомендациями от мамы, работающей на одного из телекоммуникационных провайдеров. А у меня кто-то бы дал рекомендацию? Ну что, мама-уборщица или отец, который делал свои локаторы? Я хотел быть программистом, и отец не горел меня брать к себе на работу в ту область, которая мне была совсем неинтересна. Да и платили там копейки, что-то около 10 тысяч рублей молодому специалисту. Ну, где-то долларов это 200. В общем, в IT набирали с опасением после мирового экономического кризиса прошлого 2008 года. Экономика только восстанавливалась, и брать сомнительные кадры никто не желал. В итоге у меня ушло, наверное, месяца три для того, чтобы хоть кто-то согласился меня взять программистом, и не один из, а на плюсах. И этим кто-то была дочка Газпрома. Где-то на обочине города находился офис, которому нужно было добираться на нескольких автобусах, а потом перелезать по мостику через теплотрассу. В полуподвальном помещении стояли словно в подсобке сервера компании. И вот, сидя на табуретках, меня собеседовали два грустных айтишника. Мы тут админы, и нам все равно, чего ты там будешь программировать. Чуть тебе скажут, то и будешь. Вот компы, вот на них будешь что-то делать. Но только у нас тут проверки безопасности и зарплата 15 тысяч. Если устраивает, давай дадим тебе службе безопасности все документы. Ну да, 15 тысяч это было так себе, но хотя это была работа, хотя бы по которой и по названию я хотел бы заниматься. И вот я согласился. Прошло еще пара месяцев, но на мои звонки дочка Газпрома мне отвечала, ждите, идет проверка. А когда прошло уже полгода от начала поисков, я плюнул на все ожидания и устроился в другую компанию. Компания была немецкой, делала программное обеспечение для самолетов. Как впоследствии оказалось, это была не совсем работа программистом, хотя должность и называлась инженер-программист. Но все-таки это было серьезно и взрослое IT, и я много что узнал про разработку программного обеспечения, и про ту область, в которой я до сих пор с удовольствием работаю. К тому же они платили в два с лишним раза выше, чем предлагал Газпром. Я, конечно, могу сильно ошибиться, но что-то вроде 30 тысяч на испытательном сроке и 40 тысяч после. Из минусов, конечно, было то, что путь до работы в один конец занимал 2 часа 15 минут, в идеальном варианте. А вставать нужно было в половину шестого утра. А вечерами часто путь увеличивался в два раза. И не только из-за пробок, а из-за того, что дороги, по которым ходил автобус, перекрывались для проезда нескольких машин с мигалками. То есть тысячи машин стоят иногда часа или два и ждут пару мигалок. В итоге я возвращался выжатым как лимонный, и ни на что не хватало ни времени, ни сил. И было две опции. Либо спать, либо чуть в ущерб сна, находить время на посидеть в интернете, а досыпать уже в автобусе. Я даже стал изучать практику 15-минутного сна, разнесенного по дню. Ну и это, кстати, работало неплохо, но не сильно нравилось моим родителям. Чуть я по ночам не сплю. Тем не менее, плюсы перевешивали минусы. Как минимум зарплатой и регулярными командировками в Германию. Компания оплачивала все. Перелет, страховки, визы, проживание, суточные в размере 40 евро. Ну и плюс зарплата в это время тоже капала на счет. В Германии были командировки месяцами. А иногда я возвращался на несколько недель в Россию только за тем, чтобы переоформить визу. И я не могу сказать, что мне очень нравилось жить в Германии. Но, по крайней мере, это была отдельная квартира, точнее номер в гостевом доме или гостинице, вкусная еда и пиво. А еще отсутствие необходимости тратить кучу времени на дорогу. До работы можно было дойти просто пешком. И вот тут, после Нового года, внезапно зазвонил телефон. Кто говорит? Газпром. Мы согласовали вам зарплату 11 тысяч рублей. Вы выйдете на следующей неделе на работу. В самом конце 2009 года была сдана в эксплуатацию трубопроводная система Восточная Сибирь-Тихий океан. Это был грандиозный проект, фактически национальный проект, который сооружался под непосредственным контролем президента и премьер Минск. Когда я и другие акционеры компании Транснефт читали этот доклад, волосы вставали дыбом. А написано здесь, фактически, что миллиарды долларов были украдены, прямо украдены в ходе реализации этого замечательного национального проекта. Мы имеем все основания утверждать, что политическое прикрытие этой коррупции, этому воровству и этим хищением осуществлял лично премьер-министр Путин. В немецкой компании я впервые в жизни взял себе отпуск, оформил визу и купил билеты до Нью-Йорка. Просто погостить неделю-две у друга, который сам переехал только пару лет назад. Лететь мне было страшно, наверное, потому что полет был очень долгим, над океаном, и я летел один. В командировках, по крайней мере первых, мы летали с кем-то еще из коллег. Кроме того, меня друг пугал страшней таможни в США. По прилету нужно было заполнить декларацию, вроде ничего сложного, но когда ты боишься ошибиться в каждой букве или долларе, который ты с собой взял, то ничего не получается. Передо мной на паспортном контроле по прилету развернули нескольких человек, одного за одним. Я приготовился к тому, что это ждет и меня. Но, как ни странно, пограничник меня сфотографировал, и все. Я спросил, ну, нужно ли еще что-то? Move on. Я протянул ему декларацию, но он просто выкинул в мусорку. It's ok, go. Было немного обидно, но я был на территории свободы. Конечно, не стоит путать туризм с эмиграцией, но США мне очень понравились. В отличие от Европы, тут жизнь кипела. Большое яблоко перемалывало всех и выплевывало доллары прямо на тротуар Манхэттена. Мне, никогда не бывавшему за границей до Германии, конечно, поражало разительное отличие в сравнении с Россией. В Германии были чистые улицы, свежевыпеченный хлеб, почти такой же, как приносила мама в детстве, альпийские луга, как на заставке Windows, горы, озера, луга и широкие автобаны. С другой стороны, в Германии превалирует Ordnung, порядок, который достаточно сложно объяснить русскому человеку и вот с ним смириться. То есть это и закрытие магазинов в 6-7 вечера, и закрытие вообще всего, кроме заправок по воскресеньям, и обязательные танцы под медные трубы в национальных костюмах по праздникам. Выглядит, конечно, это очень красочно, что почти каждый житель города надевает национальные костюмы с кружкой пива, веселится до позднего вечера, а потом раз, на часах 23.00, и все сразу, как по команде, отбой, без сговора расходятся. И так каждый раз. В Германии, если написано, что ты через 5 лет станешь старшим специалистом, а через 10 начальником направления, то так, скорее всего, и будет. Ни за какие выдающиеся заслуги ты не станешь раньше положенного выше по карьерной лестнице. Твои заслуги влияют только на порядок в очереди желающих. В Германии нужно обязательно на работе отмечаться карточкой по времени, но, скорее всего, не для того, чтобы смотреть, что ты прогуливаешь, а что не перерабатываешь. Тут очень строгие профсоюзы видят, что у тебя накопилось по времени уже 2 часа переработок, то тут, то там по 5-10 минут в день. Все, сиди, отдыхай дома. Ты устал, даже если ты не устал. И это неплохо, это просто такая специфика. Люди просто живут. Вечерами ходят поесть кусок мяса и запить литром пива в пивнушку. Заказывают мебель по каталогу Икеи в свои дома 18 века постройки. У них просто течет жизнь. А вот в Америке все по-другому. Тут действует поговорка, которую нам твердили в детстве. Как потопал, так и полопал. Этот урок я выучил еще на своей первой работе сисадмином. Здесь нужно быть эффективным, энергичным и двигаться со скоростью потока. Или его обгонять. Не то тебя выкинет на обочину жизни. Но раз ставки высоки, можно и показать себя, и быстро чего-то достичь. Ну, если повезет. А если нет, ну, будешь лежать на картонке, а мимо в офис будут ходить, ну, какие-то миллионеры с Уолл-стрит. Сейчас я, может, проецирую какое-то свое видение насчет странно. И оно может быть неверным. Я в них все-таки не жил полноценно. Но все-таки был немного погружен в быт, чтобы составить субъективный образ. Кроме ритма жизни Америка, еще впечатляло тем, что все, что я видел в фильмах, я увидел воочию. Вот эти знакомые дома на Мэдисон-авеню. Вот Централ Парк или Чайна Таун. Вот, в конце концов, небоскребы. Рокфеллер Центр, Эмпайр Стейт Билдинг, Статуя Свободы и Огни Нью-Йорка с видом с Бруклинского моста. Дома и улицы, где снимали охотников за привидениями. Один дома, два и прочее. Америка – это еще торговля. Огромные шоппинг-моллы, где есть не только все, но есть и полезные консультанты, которые не снуют с вопросами, вам что-нибудь подсказать, а снимают с тебя мерки, опрашивают, что надо, и приносят то, что действительно тебе нужно, что ты купишь. Ну, я не знаю, как это работает, но это первый минимум раз в жизни после русского сервиса очень удивляет. Учитывая, что цены меньше, чем в России, да еще скидки, распродажи, бонусные карты. Только трать кэш, подписывай чеки, вгоняй в минус кредитку. Доллары, 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 чувак. Ну ладно, еще Америка – это красиво. Это величественный Ниагарский водопад, аккуратная национальная аллея в Вашингтоне с бесплатными музеями, десятки национальных парков, например, Гранд Каньон или Йеллоустоун. Трасса 66. Вот, Энверчик, опубликуй. Это ебаная Россия, понимаешь, ебучая анапаса. С сука, с каким-то, блядь, самодержавием бесконечным, понимаешь? Держит и так людей, едет очередной хуй. Чтобы, блядь, людям жить, кхуёло, будешь, знаешь, на свете. Вот так вот просто держат, кусаравля. Такого нет нигде в мире вообще. Только в ебаной России. В обоссанной, в убогой, с хуёвым серым небом, блядь. Посмотри, я в рот это ебал. Посмотри, посмотри. Едет какое-то хуйлоу, блядь, мучное, блядь. Мучное. Посмотри, на люди, блядь, блядь. Представляешь? Ёб твою мать, блядь. Королева Ангелия. Вот за луком, блядь. Наверное, бутлер ебучий. За самокарбит. Ого. Ого. На место. Ого. Великой. Ого. Продолжение следует...